Он расскажет о том, почему он согласился с нами на эту авантюру, и что же будет представлено на концерте. Ну, почему согласился? Я практически вырос здесь. Я в училище учился, потом работал там, потом в консерватории. Я думаю, здание очень нравится. Другой я тут уже играл в старинном музею, в юбиле, в концерте. Ну, и мне очень нравится это здание. Здорово, когда какая-то позитивная есть нотка современности, когда восстанавливаются какие-то здания, постоянные, старые. Ну, мы с удовольствием перейдем участие. Я не знаю, насколько тихо у нас получится, но мы так сейчас погромче. Ну, мы надеемся, что будет не очень тихо, чтобы вас разбавить. Пожестче, так чуть-чуть. Стилистика. Я считаю, что у нас истинная одесская музыка, потому что... Вот мне не нравится слово «мультикультурный проект», но вот оно, наверное, где-то близко. Там мне спасибо, в каком стиле вы играете. Ну, так сложилось, что люди хотят привязаться к каким-то стилям, чтобы понимать, что да, они идут, и что они хотят услышать, что они услышат на концерте. Ну, вот где-то, наверное, атмосферный этно-трип, вот такая вот у нас стилистика. Хотя, ну, это же не показатель. Почему одесская музыка? Потому что вот ветром одесским, ноябрьским, мы верим со всех углов. Это и Индия, и Брежневосток, и, естественно, местные корни, еврейские. Ну, то есть все-все-все сплата, культуры. То есть мы играем на разных этнических инструментах. Это и ут, и ситар, и укулеле, и гитара. Ну, то есть очень много. Даже черепаха есть вот на списке. Поэтому, я считаю, что настоящая одесская музыка с детским колонитом, каким-то небольшим, как минимум, вот так.